всем огромнейший привет давно мы не записывали с вами видео давно не общались сегодня покажу все парфюмы которые ко мне приехали с начала января ну буквально один был подарен нет 2 31 декабря познакомлю поделюсь своей радостью расскажу свое впечатление какие парфюмы оправдали надежды какие не совсем и почему не оправдали и так начну с парфюмов которые вы уже видели это маскина той который переоценен абсолютно я его очень хотела мне его согласился подарить муж он самый дорогой из трех медведей он самый мимимично красиво розовый видимо его и сделали самым красивым для того чтобы его люди охотнее заказывали но и они сделали наценку на цвет розовый для меня цвет зефирки для меня цвет чего-то такого девичьего беззаботного но каково же было мое удивление а я обладательница трех медведей черного белого и соответственно этого розового что он очень докучливый очень розовый именно сильная такая жирная роза у меня и она буквально вот старт вот старт и сразу привет роза где мой зефир где моя жвачка turbo где мои зефирки этого нет ничего где мои маршмаллоу вот это я хотела я хотела такую девичью розовую историю и желешки зефирки мишки гами но никак не роза 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 которая в принципе очень схожа на черную розу только там аромат более закрученный более сексуальный не такой прямолинейный более унисексовый и не настолько эта роза выпячивает в черном белый я вообще обожаю самый любимый медведь а тут моно аромат розы и где-то далеко там на задворках очень невнятная такая жевачка чуть 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 мне пожалели жевачки мне пожалели даже нот резины я на них бы согласилась куда с большим желанием чем вот эта наглая роза у меня просто ароматов с розой очень много я не могу сказать что я их не люблю я их люблю но я не хочу чтобы в каждом моем аромате была роза либо звонкая розочка либо жирная помадная либо болгарская роза мне хватит тех роз которые у меня есть я понимаю что сейчас трендовое направление понимаю что сейчас от розы все пищат но не должно быть и уж слишком много в общем маскина розовый меня подразочаровал я надеюсь что возможно в жару в тепло он раскроется по-другому может быть весна ему поможет с дождями посмотрим но пока я им не пользуюсь я его задвинула и я конечно им разочарована девочки и мальчики могу ли я его назвать унисексом чтобы использовать мальчиков вот не знаю не пробовала никто не захотел быть в качестве кролика чтобы я его нанесла ну вот пока еще не могу вам сказать ничего следующий аромат очень не понравился во первых его мне подарил мой ребенок на свои карманные деньги во вторых он очень похож на и клад но более стойкий коко леди украина выпускает 30 миллилитров да украина выпускает такие небольшие флакончики да здесь толстая трубочка да здесь камушек гуляет да то есть он не зафиксирован как выкладе да вы видите он вот так вот ерзает он какой-то такой неустойчивый но он очень даже достойно сделан крышка не люфтит плотно садится аромат держится ну буквально три часа он держится да здесь звонкое яблочко где-то вдалеке не сильный мускус не эффект плотной подмышки ни в коем случае то есть такой достаточно неплохой свежачок ненавязчивый но при этом не такой как спрей то есть он все-таки держится так что коко леди 100 с чем-то гривен я думаю что на рубли это где-то 300 350 рублей вполне себе неплохой вариант для тех кто ищет любит ароматы в стиле клад любит яблочные истории ну вообще можете присмотреться к этой фирме коко леди кстати мужские ароматы у них тоже есть сын предусмотрительно подарил и такой аромат мужской мужу и соответственно что было интересно муж стоит коробку коко леди коко леди это наверно женский вот они коко леди назвали свой бренд но потом занимаются парфюмами и мужскими уже наверное под сделали бы какой-то там коко мэн да потому что коко леди и это мужской аромат это очень странно ну ладно идемте дальше следующий аромат это ностальгия о моем детстве это аромат который обожала на тот момент моя тетя это марина де бурбон я помню я спрашивала что это так вкусно пахнет ну что же это так вкусно пахнет детстве наград это марина де бурбон и в те далекие времена я помню насколько сложно их было достать мы с мамой использовали принцесса каролина это аромат вдохновленный марина де бурбон правда подешевле менее стойкий более легкий и с мариной де бурбон я с большим удовольствием познакомилась через сайт шафа у девочки заказала мэден франц сейчас я вам покажу он ко мне приехал не новый на меня это нисколько не смутило продавец оказался прекраснейший подарила мне еще кучу отливантов я им то я вам их тоже покажу смотрите вот такая вот прелесть у меня стойкая было ощущение что вот эта верхушка взята из какой-то чешской люстры начала 80-х годов вот правда же вот у каждого в детстве были подобные люстры вот такой вот красивый кристалл очень нравится вы знаете этот аромат он действительно заполняет собой все пространство и вот с ним хочется быть такой девочкой такой женственной такой утонченной красивой выпрямить спину надеть какое-то платье ни в коем случае нет джинсы вот быть вот именно действительно принцессой марина де бурбон классика вот действительно он для классики что вам хочу сказать огромное количество пирамиде всего написано и черная смородина и арбуз и маракуйя из чего там только нет но я слышу аромат пепси колы хоть стреляй я слышу где-то пересечения с ангелом ангел у меня тоже есть в размере 1 миллилитр да я его когда-то совершенно случайно спонтанно купила по моему даже в секонд-хенде кстати тогда ангел не трубили изо всех youtube каналов это было несколько лет назад я просто купила 1 миллилитр какой-то пробничек думаю ладно пусть будет так вот есть у ангела и у марина де бурбон пересечения это кола это пузырьки это дерзкость смородина на мне не держится вот почему-то этот аромат я не знаю новодел это или старикашка скорее всего я думаю что это не совсем новый тут такая вот по золото немножко потускневший ободок я думаю что скорее всего может быть смородина и маракуйя и вся эта арбузная история была бы ярче если бы аромат был новый да если он не новый то соответственно поэтому меня сразу выходят средние ноты хотя на моей холодной кожи признаться очень часто аромат долго пахнет так как из колпачка то есть меня особо не смущает когда я слышу аромат на блотере я знаю что он примерно также будет и на мне без сюрпризов что я хочу сказать классный аромат пепси колы детства нового года настроение классного и ощущение что ты можешь себе это позволить потому что мне моя тетя говорила это дорогой аромат вот такое вот было и вот вы понимаете когда ты вырастаешь и ты понимаешь что у тебя он есть когда ты закрываешь какой-то гештальт это потрясающе мне он очень нравится я не буду покупать другие марины есть и реверанс если куча 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 их много и ценные доступны мне хотелось купить именно то что я не могла позволить себе в своем детстве вот такой вот момент дальше девочки и мальчики вот это чудо монсераре табака слушайте это настолько сексуальный дерзкий аромат он настолько уникальный я бы его никогда бы не купила потому что ну зачем у меня есть знакомый константин я ему передаю привет если он меня смотрит молодой парень он мне его порекомендовал послушать я его купила опять-таки на шафе в отливанте что я могу сказать прекраснейший мне продавец попалась ирина не знаю будет она смотреть это видео или нет что я здесь слышу и что мне понравилось он настолько сразу громко начинается и настолько хорошо усаживается что от него не болит голова это для меня очень важно он достаточно стойкий он постоянно меняется да здесь есть какая-то история вот в самом начале как будто бы бензин до бензол бензин но настолько вот хорошо плавно закручивается в табак в сигареты в табак во все вредные вещи от которых нам советуют держаться подальше я кстати не курящий человек но очень люблю аромат табака и вот здесь где-то тоже есть роза но она очень очень быстро как-то вот закручивается вот табачные аккорды я слышу здесь табак я слышу здесь очень очень вкусную ваниль и при этом он не сладкий он такой колючий он дерзкий очень тягучий я насколько сара и манталь они родственники может быть это даже один производитель но вот в очень похожем стиле только на зиму только один пшик то есть вот такого флакона вам хватит тут 5 миллилитров очень надолго ирине если она смотрит меня благодарю за отливан передаю привет спасибо большое но однозначно с ним может быть хорошая история если например нанести на одежду вывести на балкон вывести и потом на утро уже на себя надевать эту верхнюю одежду потому что иначе он очень бронебойный то есть он заполняет собой все пространство вот таким ароматом если вы хотите доминировать среди других людей да он вас выделит вас будет много вас увидят все вот на него обращают внимание причем люди даже не понимают что это на вас начинают смотреть и не поймут в чем дело это реально это фантастика именно с этим ароматом мне такой дальше следующая штучка очень легкая очень легкая для тех кто не может смотреть ароматы в сторону манталия лимонцеры это вот такой вот жан прованс это лимончик товарищи лимон лимон и ничего кроме лимона вот такая вот скромная классическая водичка ну вот одеколоны да то что вот называют одеколонами легкий свежий такой спрей называется он вода но естественно он вот такой очень легкая концентрация классная горчинка лимона слышу здесь вот я еще и ноты чая почему-то вот я слышу ноты чая с лимоном до украшением парфюмерного столика он не станет очень заурядный обычный строгий гравировка на крышечке мне он напоминает ароматы от али рехаб по про и по исполнению вот у меня silver недавно закончился а этот был куплен на замену silver те же цитрусы громкие такие звонкие без замылено стей без каких-то уходов в бергамотова с ненужную в ненужную одеколонистость нет тут просто монолимон который на мне почему-то начинает пахнуть чаем и чуть-чуть заслащивается но нету подлого мускуса нету аромата лимонной кислоты хотя вот на горячей коже у меня я маме дала его попробовать она говорит аромат освежителя для туалета вот для нее это пахнет так поэтому лимон вот этот жан провинц дорогие мои желательно с ним познакомиться но если вы любите i love love если вы любите вот такие цитрусовые моноцитрусовые истории он вам подойдет аромат называется цитрат вивьен цитрат очень даже могу его советовать якобы это франция не знаю стоит он неприлично дешево я его купила если я не ошибаюсь за 170 гривен на нотина если он сейчас продается по-моему там на него цена поднялась до 220 можете купить либо можете подождать когда он подешевеет расход у меня как вы видите не маленький пользуюсь даже дома с удовольствием и еще один аромат который я не могу не отметить который мне советовала и алена годжи на своем канале говорила что хотя бы один или на хотя бы один но надо купить но вот надо соу эликсир иметь каждый вот надо и я купила и я не жалею вот такой вот boa соу эликсир вот такая вот у меня теперь есть личная лампочка удовольствия много ванили напоминает где-то даже ваниль которая была снята с производства секретная эссенция ты в раша он такой не девочка вы он такой тетя моти да вот сразу говорю вы с ними девчонка вы с ним такая строгая женщина зимняя да то есть только для зимы опять же он докучливый от него может разболеться голова кто бы что не говорил но он вкусный когда он расходится вот его надо вот первые 10 минут просто пережить и переждать и кстати у них есть что-то общее с монсарай red tobacco то есть это ароматы в одном направлении естественно red tobacco намного дороже но и у red tobacco намного интереснее раскрытие и он не моно а тут я слышу ваниль тут я слышу очень сильно пачули как и во всей серии соу эликсир пачули я не особо кстати люблю ну и ноты шоколада где-то там есть если бы сильно с ним сложно сдружиться бывает такие дни когда его не могу выдержать то я его разбавляю да вам может это показаться странным наслаивая просто вот этот цедрат и тогда он получает такую нужную мне вот эту вот лимонную свежесть немножко концентрация ну я так понимаю что здесь есть и жасмин я так понимаю что я здесь и пачули которые не люблю и многие вещи которые я не особо люблю ваниль кстати я люблю ну вот ваниль мне нужно дождаться чтобы до нее дошло куплю ли я его еще повторно нет ни в коем случае могу ли я его посоветовать могу если вы любите бронебойные стойкие шлейфовые тяжелые ароматы заказала ли я еще что-то из этой серии да я заказала очень скоро приедет я вам покажу и покажу почему я его заказала но главная причина что их просто все снимают но последний аромат который на сегодня у нас остался это лолик аметист я сейчас его открою он новый хочу его открыть хочу его послушать хочу поделиться с вами своими впечатлениями ну и вообще сказать стоит ли он вообще овчинка выделки стоит ли этот лолик стойких разговоров смотрите какая красивая здесь кстати да узор тут должна быть ежевика тут очень красивый должен быть флакон вот такой есть у него еще и фланкер exist еще один но я решила начать с классики здесь 100 миллилитров кстати посмотрите как будто бы немножко не долит вот видите это новый флакон посмотрим сколько распыление у него будет обычно должно быть третье распыление уже рабочим сразу здесь сразу видите может быть его и пробовал кто-то не знаю не могу ничего сказать обычно после раскрытия аромату нужно дать отстояться хотя бы две-три недели в темноте соответственно либо в коробочке либо в шкафу если он без коробки ну что могу сказать мне очень напоминает он ланвин мэри мы мэри мы и же все знают давайте аромата уланвин похоже и на жан и на мэри мы кошачьей мочи здесь нет звонкая смородина есть и вообще для меня он больше вот просто аромат о черной смородине и все и никуда он от меня не уходит первая моя покупка его до этого я его разнашивала в магазинах приходила как скрут шмак дак смотрела на цены и не заказывал ну в этот раз найти на меня своими ценами очень порадовал я очень люблю фиолетовый цвет как вы видите ну и он меня любит ну и соответственно теперь у меня есть такой флакон это уже второй аромат от лалик с этим можете меня поздравить напишите что из этих ароматов вы хотите попробовать что вам интересно узнать о каких ароматах подробней я с большим удовольствием запишу для вас это видео надеюсь вам было интересно надеюсь вы вернетесь на новое видео подпишитесь на канал и посоветуйте мой канал хорошим людям вам всего самого доброго светлого хорошего настроения классных покупок по хорошим ценам и вкусно пахнущих людей до скорой встречи